Пятерых раненых под Зайцево, среди которых двое волонтеров срочным рейсом доставили в Днепр. У всех осколочные ранения головы и конечностей. Местные медики всю ночь извлекали осколки из тел пострадавших. Жизни волонтеров вне опасности. А вот состояние двоих бойцов врачи оценивают как крайне тяжелое. В Зайцево волонтеры Юлия Толмачева и Сергея Домяк приезжали неоднократно. 8 марта они снова привезли местным жителям еду, лекарства и средства гигиены. Когда же возвращались назад, машину накрыло снайперским огнем. То, что остались живы – настоящее чудо, признаются волонтеры. Чую хлопок. Слышу хлопок. Был в бронежилете и каске. Вот она меня фактически и спасла. А Юля сбоку сидела. Ей осколки в голову попали. А мне руку раздробило и контузило. Пророссийские боевики вели по ним огонь целенаправленно, считает Сергей. Две недели назад их уже обстреливали по такой же схеме. Из Зайцево раненых срочным рейсом доставили в Днепр. Местные врачи всю ночь извлекали из тел пострадавших осколки и зашивали раны. Сейчас жизни волонтеров ничего не угрожает. Но Юлию Толмачеву ожидает еще одна операция. Врачи будут извлекать осколок, который застрял под глазом девушки. Все было приятно сложилось. Их достаточно быстро доставили в больницу Мишникова. И военные врачи на месте сделали все возможное, чтобы оказать первую помощь. И провести минимально оперативное вмешательство для того, чтобы они доехали в больницу Мишникова. Состояние двоих раненых бойцов крайне тяжелое. Одному из них осколком раздробило две ноги. Второй находится в реанимации. Татьяна Далгиер, Дмитрий Большак, ЮЭТВ, Днепр.